Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владеец личного подсобного хозяйства. И сегодня я расскажу вам, как правильно убрать клубнелуковицы гладиолусов и как правильно их хранить. Невозможно представить сад без этих красивых цветов. Однако зачастую у людей возникает много вопросов по поводу хранения клубнелуковиц. Хотя культура эта довольно неприхотливая, но вопросы все-таки возникают. Итак, начнем. Гладиолусы – теплолюбивая культура. И в открытом грунте клубнелуковицы не зимуют. Их нужно убирать на хранение на зимний период. Когда нужно приступать к уборке? К уборке клубнелуковиц на хранение, как правило, приступают в конце сентября, начало октября. Но если мы высаживаем клубнелуковицы гладиолусов в более поздние сроки, например, в конце мая, то и уборку мы будем проводить в более поздние сроки. Я высаживаю клубнелуковицы в три волны. Первую партию я высаживаю в конце апреля, вторую – в середине мая, и последнюю – в конце мая. И таким образом я получаю длительный период цветения гладиолусов. Последнюю партию, которую высаживаю в конце мая, я убираю в более поздние сроки. Это примерно середина, а то даже и конец октября, если погодные условия хорошие и нет устойчивых заморозков. В этом году как раз такая погода. Морозов сильных нет, были ночные заморозки, но для клубнелуковиц это не страшно, ведь они находятся в почве. Как мы убираем клубнелуковицы? Используем обычную лопату. Подкапываем слегка и вытягиваем наверх растение. Когда мы выкопали растение, на нем можно заметить небольшие шарики. Это детки гладиолусов. Если вы хотите размножить сорт, то детки можно оставить. Их просушить и в следующем году посеять в грядку для получения новых луковичек. Если у вас луковица в достатке, не нужно больше цветов, то их можно выбросить. Каждый решает сам, что с ними сделать. После того, как мы выкопали наше растение, нужно обрезать стебель. Его обрезают на 5-7 сантиметров, оставляя пенек 5-7 сантиметров. После этого клубнелуковицы оставляем на улице, если позволяют погодные условия. На несколько часов, чтобы они немножко просохли на солнце, обветрились. Это как дополнительная такая просушка. После того, как клубнелуковицы немножко просохли на улице, их нужно обеззаразить. Для этого нужно приготовить раствор фундазола и погрузить в них клубнелуковицы. После этого их нужно из раствора достать и опять же немного просушить. После этого заносим их в помещение, рассылаем газету либо картон и раскладываем для просушки. Таким образом они будут сохнуть примерно месяц или полтора. Через месяц или полтора луковицы нужно очистить. Они уже практически сухие, с них легко снимается шелуха и выдергивается пенек. Нужно легким движением выкрутить пенек и снять один слой шелухи. Не следует убирать всю шелуху сразу, потому что луковицы будут излишне усыхать при хранении. Поэтому один слой шелухи мы убираем, а один слой оставляем. После того, как выкрутили пеньки, убрали шелуху, клубнелуковицы должны еще немного полежать и просохнуть. Примерно неделю-две. Тогда они окончательно высохнут и будут хорошо храниться. Где же их лучше хранить? Лучше всего хранятся клубнелуковицы гладиолусов в холодильнике. Их нужно поместить в матерчатые мешочки. Лучше, чтобы этот материал был натуральный, дышащий. Засыпаем их в такие мешочки и помещаем на нижнюю полку холодильника. И таким образом они будут храниться до весны. Если у вас большой объем клубнелуковиц и нет возможности их хранить в холодильнике, можно их хранить в другом сухом и прохладном месте. Это может быть кладовая, это может быть отапливаемая лоджия, где зимой невысокие температуры и нет излишней сухости воздуха. В таких помещениях они также будут хорошо храниться. Из холодильника, как правило, гладиолусы я достаю частями. Где-то в начале марта я достаю первую партию клубнелуковиц гладиолусов. Их помещаю в ящики для прорастания. После того, как клубнелуковицы прорастут, я их высаживаю в грядку. Следующую партию я достаю в начале мая. Опять же, они прорастают какое-то время и я их высаживаю в цветники. И таким образом я три партии гладиолусов высаживаю в грядки и получаю длительное цветение. Надеюсь, мои советы помогут вам сохранить клубнелуковицы гладиолусов до весны и получить пышные цветы. И ваши дети, внуки смогут 1 сентября пойти с красивыми букетами цветов в школу на линейку. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok